Контраст. А в гаражах у нас слева лето, уже весна, а справа зима, сугробы. Людей жалко, у кого по центральному пролету гаражи, потому что у всех все затоплено. Жесть. Большая работа начинается с большого перекура. Здесь где-то Серега должен быть. С Антохой они приехали, Толяны нет, а ключи у меня от гаража. Вот я сейчас буду открывать. Серега! Я тут! Ну как долго? Ну так вот. Мы же не сидим на месте, дела у нас, все как положено. Это чья такая интересная аудиосистема здесь? Неплохо. А для чего она мне? Что была? Кратко. С немца снял Volkswagen Jetta в 87-го года. Интересно, но Серега херни не предложит. Работает, но сейчас мне не нравится работать. Ты хотел в эвакуатор, да? Потому что себе не подошло, а хуйню мне можно снять. Не его он хотел. Сабвуфер. Это вот Толяну в этот. Не вот, смотри, здесь как сабвуфер они еще. Ага. Четко. Если я переспищал, то динамику... Интересно. Ну че, наверное, кофейка попить? Ну, нормально. И начнем. Я аккумулятор прихватил, Антох. Ты взял, что ли, прибуду? Нет. Я вчера ее убил, пока нет. Почему? Зачем ты ее убил? А зачем она убил? Давай чай попить. Я не знаю, карбюратор может бензин убрызнуть, попробовать его. Конечно. Мы сейчас все сделаем. А ты карбюр тоже заменешь? Да. Блядь, четко. Там единственное, что я вот что-то не понял. Они разные сейчас? Карбюр, да. Да, вот там стоит, его подменили, он стоит с УАЗика. Этот, ну понял, там же ни тросик никуда не подсоединишь, а этот вот именно, который... Там на педаль, на педаль надо будет тросик, как на дроте, у меня колодка такой же. Ага. С бабушкой. Да, с бабушкой. Потому что там ее нет. Че там? Все найдем. Подсос я подключил. Единственное, что там прокладка какая-то непонятная. Ты две привез, я две их поставил. Но там какая-то непонятная, большая была. Это самодельная, это херня все. Ты ее тоже оставил? Нет, я ее. Ты выкинул, все правильно. А это самодельная? Я ее поставил туда. Все, а где Серега? Серега? Да, Серега ушел. Ладно, мы будем пить чай, и потом я переоденусь, и будем показывать непосредственный процесс запуска синей газели. Так, чай попили. Все, Антоха приступил к ремонту газели. Я иду отпустить запчасти. Оп, 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 оп. Лед вообще тройной тулуп не исполнить, самое главное. Отпущу, пойду. Каленвал. Next. Мотор и в АТЭК. Каленвал на три части. У меня есть 242-16. Пойду отдам ему по безналу, ребят. Приехали. Серега тут вот матроса тренирует, да, Серега? От нас в палубе драет полы. Немножко подтапливать, ну что делать, весна, а? Наш лазико боевой тоже, кстати, продается. Если что, кому надо, есть у нас вот буханочка боевая крепкая. Пытаемся мы все-таки реанимировать эту бензинюшку. У нас что-то бензонасос не засасывает бензин, да, Антоха? Да. Я думаю, что там может быть что-то с мембраной, потому что песок оттуда сыпался. Возможно, что-то с бензонасосом, раз оттуда сыпался песок. Ну, у нас есть новая, да? Только отломили, жалко его. Ну, мы сейчас мембрану перекрутим и все. Ну, смотри, что там не мембрана. Ну, мне кажется, макушку надо все равно открутить на нем. Как вы думаете? Бензонасос у нас вообще что-то не хочет прям, вообще не шевелится. У меня есть длинная отвертка. Сейчас мы это сделаем, прям тут не снимай бензонасоса. Вообще не сосает бензин. Ну, давай прям с баклакой можем плеснуть. Не, ну что, нельзя, чтобы он оттуда не с насоса забирался. Ну, вот мы сейчас... Это видишь, он не забирает насос. Серег. Какого хера? Он не забирает оттуда. Ну, там песок сыпался. Оттуда песок сыпался. Мы сейчас без шлангов качали, а тут песок сыпался. Как будто машина с пустыни привезла. Безумно у нас. Давай напрямую плеснем. Что, ты подсоединил? Серега, плесни чуть-чуть туда. Я буду газовать. Тут вот здесь плесни. Куда в любую? Да в любую. Только ногу не надо туда. Давай, давай, давай. Хорош. Антох, мы налили, давай. Сейчас, давай. Со сцеплением там. Ну, что? У нас уже сейчас бензи испарится там. Я понял, что бензи испарится. Ты со сцеплением говоришь, чтобы она сейчас как стартарет вон туда. Ну, что? Пока ничего. Пока ничего, Антоха, ничего. Там пищит тем, что дверь открыта вроде. Сигнализатор, что дверь открыта. Да, пищит, Антох? Ха-ха-ха. Это как Антох. А я думал, это сигнализатор. Дверь, да, да. Да, здесь никуда мы не подсоедим. Вот так вот. Подожди, Антох. Подсосу. Выдерни. Вывернул. Не до конца что-то. Давай. Серега, давай бензи. Подожди, бензи кончился, Антох. Потому что тут был огонь, там что-то и вот сюда тоже, Серега. С огнем, со всеми делами. Главное, хорош, хорош, ты куда льешь там? Ты хоть, чтобы этот... Саня тогда ливанул, у него чуть голова не сгорела. Воздики. Давай, Антоха! Хорош, хочет, хочет. Жизнь есть. Жизнь есть. Мне кажется, надо это... Зажигание, может, трамблёрчик? Может, трамблёрчик покрутить надо. И надо сделать нормальную подачу топлива, Антох. Видишь, он раз и кончился. Это ещё нормальный, где-то надо замок поставить. Потому что у меня вот минусы будет. Зажигание сейчас должно плюс быть, а его нет. Минус как висит. А на примке там нельзя никак замкнуть? Моргает. Контактная группа. Он пропадает, Лёш. Я понял. А сейчас насос берёшь, два болта откручиваешь, снимаешь. Это понятно, да? Нет, это всё ясно. Давайте сейчас это... План, план! Нам надо сделать нормальную подачу топлива. Нужен замок зажигания, да, Антох? Ну да. Ну сейчас мы тут перемычки, если что, на первое время. Серёг, ты тогда этот... У тебя пока есть свободное время? Перчатки чистые в машине? Тогда открути бензонасос. Его должны целиком не надо, но у нас есть новая макушка, просто тут сломили. Длинная отвертка вот, смотри, лицевая. И прямо вот эту макушку открути по кругу. И вон ту макушку надо поставить. Может, проще его снять вообще? Ну, сними проще, там вообще два болта. Вот здесь инструмент. Опять что-то моросит дверь. Через, короче, дверь моросит или с той стороны, Серёг, открой. Хоть ужас. Я не знаю, что там ей. Не надо. Чуть не ушёл, да, щукарём? Где-то перчатки, короче. Ищи тут. Или вон там, да-да-да-да. Всё. Вот тогда занимайся бензонасосом, а я пойду искать этот... Замок зажигания, Антох. Я продал рулевую колонку, там, и педали, и всё. Переключатели я оставлял, но не могу их найти. Ладно, я пошёл замок зажигания искать. Я точно знаю, что он где-то есть. А вы тогда и этой темой занимаетесь. Ну, а как вы думаете, где могут быть переключатели? Вот один был вообще в холодильнике просто лежать. Просто в холодильнике вот есть у нас переключатель один. Это уже хорошо. Может, и второй где-то здесь, но я что-то его не наблюдаю. Но хотя бы есть один в холодильнике. Антох! Я один нашёл в холодильнике. Да. А там и так, по-моему. Их надо пару. Надо ещё один такой найти, и они взаимозаменяемые. Ну, конечно. Но мы вообще тачку собираем, огонь. Дай бог, она завелась, конечно. Ну, заведёт всё, мы её сделаем по-человечему. Будет вообще нормально. Просто надо сейчас понять, от чего плясать. Хотя бы её завести, схватывать, не схватывать. Ну, схватывать. Вы уже поняли, что она схватывает? Это уже внутри хорошо. Сейчас нам надо замок зажигания. И такой. Ладно, я сейчас буду идти искать замок зажигания. И второй переключатель. А ребята пока займутся без насоса. Замок зажигания не нашёл. Зато нашёл переключатель подрулевый. Пару комплектов. Но они нам тоже нужны. Сейчас пойду искать на другой склад. Не знаю, там ребята... А, ещё прокладку я нашёл как раз то, что нужно. Нужно толстая под бензонасос. Сейчас я дам Серёге, не знаю... Поставили, не поставили они. Но я им сейчас принесу вот эти деталюхи. Там прокладку пока не буду собирать. Пойду на другие склады. Блин, у меня точно должен быть где-то... Этот... Ну, замок зажигания. Но есть альтернатива. Можно сделать, как на современных тачках, с кнопки. Запуск. Тумблер. Зажигание. И кнопку пуска. Нормально открутился? Ну, а бензонасос открутился? Ну, наверное, не прикручено. Ну, слабовато. Ну, да. Ну, короче, собрали, да, Антоха? У нас что, теперь новый бензонасос? Всё дует. Всё, дай бог попрёт. Бенз свежий есть. Но там ещё есть баки. Если надо будет, мы сольём. Так, а я пошёл за замком зажигания. Ну, самый крайний вариант мы можем сделать напрямую, да? Через релюшку. Ну, хотя бы сейчас, подожди, у нас там два зажигания. У нас зажигание пропадает. У нас плюс есть стартер и есть. У нас тут нет зажигания, пропадает. То есть нам, грубо говоря... Может, что-то вообще замкнуть там напрямую зажигание, да и всё? Ну, я сейчас оголил, сейчас попробуем. Я пойду пока ставить, я пойду до другого склада дойду. Ну, друзья, два зажигания, за чего? Одно зажигание отвечает за печки и электрооборудование, второе зажигание и уйдёт у нас на моторный отсек. Ну, нам сейчас хотя бы её запустить. Если она заработает... У нас первое зажигание, ты включаешь печки, всё вот это вот включил. Второе зажигание у нас уйдёт уже вот питание, бобины, трамблёры. Ты думаешь, без герметиков живить? Кордоновая. Кордоновая, ага, картонная. Кордонная. Кордонная, блядь. Великий, могуч наш русский язык. Ничего, или герметиков не занят. Ну, шамазани на всякий случай лишний раз там, а то вдруг будет соплеиться. Может быть, это мы уже не будем его больше снимать и всё это прям чётко поставиться. Гордоновая, да. Пошёл я искать замок зажигания дальше. Другой склад по бездорожью. Умолосу тут опять слева. У нас лето, весна, вправо зима. И вот мы по снегу. Чётко. Чёт прилипу на лицинку с ним. Накачать отсюда, а потом в бак, конечно, проверить. Так, а у нас эти-то всё правильно выставлено, Антох? Ты смотрел провода? Первый, второй, четвёртый, третий. Всё на местах. Чёт ещё двести сорти. Да. Первый, второй, четвёртый, третий, да. Зажигание от Волги мы принесли. Замок. Ну, чё, Антох? Питания нет. Питания нету? Ну, вот. И он оттуда как раз, да? Угу. Какой план у нас? Давай напрямую тот. А потом там... Ну, чё, Серёга? Качай. Качай, качай. На стул. Бенц мы нашли, всё начал качать, но у нас досопливился шланг. Нож интересный, Антохи. Вот туда, наверное, палец надо вставлять, да? Нет. И по горлу. Жёсткий, конечно, у тебя нож. Ты какой гастер какой-нибудь. На безымянке вырос ещё. Ну, он только... Или режет? Режет хороший нож. Я думал, он только брить там одно место. Ну, это там и так. Ну, конечно, если так вот железо резать, то он не будет. Я согласен. Ты готова, да? Положите вот так вот. Или ещё на чё-то, да? Да. Жёсткая. Вам, может, с другой стороны? Нет? Всё на месте. Нож интересный, конечно, у Антохи. Так, Серёга. Всё, вот. Вот саму-то. Примутик. Вставим. Ты чё, Антох, готов уже к запуску? Да, всё, готов. А нам надо вон там зафиксировать трос газюльки, да? На карбе. У нас трос другой. Почему? А, там педали не шевелятся? У нас трос газюльки, но так на дросхих должен быть там... Не-не-не-не, здесь там просто болтик и две шайбы, и всё. На шестых мото, конечно. Сейчас нам надо болтик М6 с гаечкой, две шайбочки, и всё. Но у нас вот эта фигня, по-моему, неродная здесь. Где натягивается трос? Потому что она, видишь, более широко стоит. Вот, не пошло. Ага, что у нас где? Тут, по-моему, примерно, она вот. Дырявый шланг, обрадочка. И вот здесь, смотри. Вижу. И ещё что-то с карбюриком у нас не то, пацаны. Значит, игла не держит. Надо его скрыть. Ну, что, не запустится сейчас? Может запуститься. Да, может и польхнуть. Ну, может и, да. Теперь уже. Снега полная. Ну, что, запуск, что ли? Не знаю, пробуем. Давай, конечно. Нет его, нахера. Давай, Антоха. Подсосом, бестом. Подожди. Близит. С осцеплением, конечно. Ну-ка, давай. Пошла жара. Давай. Хорош. Что-то вообще, короче, не то. А где? У нас отверточка шлицевая. У нас трос подсоса слишком близко. Уберём. Ну, может, перелив у нас идёт. Так, 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 так. Давай напрямую плеснишень туда срёк. Может, уже залили там всё. Давай. Давай, Антоха. С осцеплением. По-моему, аккумулятор. Как вы думаете, господа? Я думаю, что да. У меня в машине аккумулятор. Он за ицеплением. А вот он. Давай аккумулятор с Серёгой махнём. У нас что-то со стартером или с зажиганием там. Я не знаю чё. Да нет, там что-то с этим зажиганием. Или подаётся запуск. Ага. Ключи на зажигание? Да-да-да. Ни хера. А он же на подсос открытый. Его муж... Ну, закрытый сейчас подсос. Ну, открытый. Ну, убрать. Как летом, да? Нет. И, может быть, нам трамблёрчик надо сделать пораньше. Открой, есть вообще? Ну, конечно, он схватывает. Подожди. Да, блядь, что-то не газует. Ну-ка, давай. Ты включи зажигание, Серёга. А ты вот по газу этой херней. А я напрямую буду заводить. Готовы? Да. Блядь, что-то мы... Кто-то тут не то, что-то делает, ебать. У нас игла не держит. Карбюрик тут. Сейчас мы это всё починим. Всё сделаем, продуем. Карбюрик. Всё настроим. Газунку, подсосик, чтобы у нас было всё чётко. Всё прям вообще прям чётко. Вот Антоха сейчас делает напрямую. Из тумблера будет зажигание. Тумблер включил, как на гоночных тачках. Из кнопки будет запуск. Снял я иголочку. Тут видно, что на ней вообще резиночки нет. Её, наверное, разъело со временем. Ну, или куда-то наделось. Разобрал я донорский карбюратор. Вот иголочка с резиночкой. Сейчас это я всё назад установлю. Продую. Карбюрик я вроде собрал. Сейчас посмотрим, как что она на нём. Игла держит. Зажигание всё нормально. Я выкрутил свечи. У меня есть новые для этой машины. Сейчас туда Ливанёв в цилиндре. Маслица. Вот наш шприц. Всё как обычные машины. Заводим, поднимем компресс. Чё, тачка стояла. Всё там, чтобы было чётко. Вот, Антоха, ты что делаешь? Кнопку старт-стоп. К тому же замок с зажиганием у нас сломан. Да, и другого у нас нет ни хера. Где нам его взять, мы тоже не знаем. Тем более он дорогой стоит полтора рубля. Нахрен он нам нужен. У нас из подручных средств мы сейчас сделаем просто тему, да? Так вот, и удобно заводить. Брум! И понеслось. Насадил я, короче, трубочку. Сейчас мы дуанём на слюса. Ох, цилиндр немножечко. Для поднятия компрессии. Напрямую покрутим. Новые свечи. После лица туда ливанули немножко цилиндры. Для поднятия компрессии. Ну, сейчас, Антоха, сделайте электрику. Не попрёт, я думаю. Отлично. И тача попрёт. Одел куртку. Робот-чумазу. Ну, не. Ничего, мы тут тоже не в ресторане сидим. Что-то искра у нас пропала. Да, Анто? Куда-то. Кусковая, а искры нету. Ну, вот и часть обеда яблока. Ну, так вот, по скромному. Давай! Давай! Рыбки, блядь! Всё, пусть делать! Так, у нас много нельзя. У нас тут антифриза, но не тасово, не залито. Ну, а так работает вообще нормально. Всё, Анто, Гоша. Ещё что-то немножко... Деньги, по-моему, какой-то ебученький. Конечно, потому что он ещё... Родной там в баке есть. Сколько он там... Запах какой-то... 15 лет, 10 там стоял. Как красный, что ли, или что-то такое-то. Ну, вот. Плюс я ещё масло в цилиндре туда. Ливанул. Для подъедения комплексей. Короче, тачка запустилась, мотор работает. Какой сейчас план, Антох? Я не знаю. Домой будет. Когда будет. Да ещё светло, какой отдых. На улице ещё светло, ну чё. А сейчас сколько времени-то? 6 часов. Так, по запуску у нас всё работает, да? Да. Надо с аварийкой разобраться. Габариты у меня на одном питании есть. Я проверял, габариты приходят. Угу. Я не знаю, что с бампер, бампер снимать. Ну, значит... Надо снимать. Сейчас мы его быстро, я смогу его снять. А что нужно? Вот эту фару я не могу быть... Там он торчит, можно вытаскивать. Ну, что, поменяй фару. Попричите, смотрите ближе. А фару вообще надо снять? Ну, а... Как ты вот думаешь, что с этой фарой делать, если она отпускается? Действительно. А у меня есть фары. Только я не знаю, правая или левая. Можно посмотреть. Просто там смысл наращивать. Если есть фары, то лучше поменять. Пока будет эту. Потому что там вроде бы она нормальная. Ага. Опять же. Видишь, обгорелшие все вот это. Ну, что-то туда. Угу. Фар надо идти смотреть, куда она старт. Блин, карбюрик что-то не это, не писит. Тоже тут непонятно, что с ним. Ну, мотор мягенько работает. Самое главное. Отлично запустился. Он дышит. Осталось дело за малым. Отлично. Вот так вот. Четко. Мы очень большое дело сделали. Немножко тут надо все в порядок привести, облагородить. Где-то какие-то шланги, наверное, поменять. Посмотрим. Ну, наверное, сначала не будем менять. Сначала зальем жижу, воду. Масло там уровень. Так глушок не секет, все нормально работает. Медленный мотор вообще четко прям работает. Вообще класс. Все, и карбюрик заработал. Ну, что, он сухой был. Тиханули у него. Отлично. Ну, так. На сегодня хорош. С газелькой. Задачу поставленную мы выполнили. Запустили. По электрике были нюансы. Нашли. Теперь нам надо кое-какие детали докупить, да, Антох? Да. Вон духи изолент, там клеммы надо. Расходники. Расходники, да. Все это мы подготовим. На воротах ключ. В замке там сломался. Владыновый замок с ключами был я. Покупал, когда у меня часа не работал. На дальний ворот. Но он не пригодился. И ладно. Он есть, слава богу. А здесь сейчас я повешу новый замок. Включаем и поедет домой. Антоха уже уехал. Он потом приедет. Завтра после обеда там доделает помелочи. Все, поедет домой жрать охоту. А то я что съел два банана и одно яблоко. Это не серьезно. Вот этот замок. Что это не то вам? Гуси, он летят. Сейчас охота гусиная открылась. Вот, видимо, их гоняет. Но это очень высоко они летят. Приехал я домой. По пути заказал ров. Маринке очень нравится. Она особо что-то сейчас мест не особо любит. Вот. Блин, через час. Сказали, через час. Особенно, когда там горячее, туда-сюда. Я таких-таких. Но пока домой зайду, потом переоденусь, там помоюсь. Съезжу. На ужин, короче, у нас сегодня ров. Вот так, я чуть-чуть подустал. Все, приехала домой. Все, погнали. Я переодеваться. Дальше дело-дела. На сегодня хорошее время по 8-го. Съездил я за ровными. Все готово. Вот такой вот у нас ужин. Будем кушать. День был производителем. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok